Прокатиться с ветерком любят многие, но даже малейшее превышение скорости чревато серьезными последствиями. Сотрудники Одинцовского отдела ГИБДД и специалисты Центра движения безопасности призывают водителей понимать знаки ограничения скорости буквально и ни при каких обстоятельствах не нарушать скоростной режим. В 2018 году в Подмосковье у нас более тысячи произошло ДТП, вот конкретно по этой проблеме превышение скоростного режима. И поэтому мы напоминаем совместно с движением безопасности, мы напоминаем, что надо снижать скоростной режим, не превышать его. Сколько времени уходит на торможение? Сколько секунд нужно, чтобы нажать на тормоз или подумать об этом? Влияет ли это на остановочный путь? Ответы на эти вопросы получили автомобилисты, приехавшие на АЗС. Эксперты Центра развернули здесь проверочный пункт и предлагали водителям рассчитать тормозной путь своего автомобиля. 70 метров. У меня есть линейка с остановочным путем, которая соответствует данным условиям задачи. Смотрите, на самом деле в предыдущих условиях автомобиль остановится через 63 метра. 22 метра учат на вашу реакцию и 41 метра составит тормозной путь. Секунда, и вот эта секунда, у тебя тормозной путь увеличивается на 22 метра. То есть вот это как бы, я вообще не знал. Ты можешь отличиться на секунду, а у тебя уже при этом тормозной путь увеличивается на 22 метра. Федор признался, что иногда нарушает скоростной режим, хотя исключительно за городом. Но каждым таким превышением скорости увеличивается тормозной путь автомобиля, а значит и риск возникновения аварии. Об этом напоминали эксперты Центра каждому участнику акции. Водители вычисляли длину тормозного пути при наличии препятствий на дороге, внезапно позвонившего телефона или плохой погоды. Я сначала задаю задачу при 60 км в час, при 80 км потом. Также с отвлекающими факторами, например, во время дождя, какой составит остановочный путь. То есть тормозной путь и остановочный, это два разных понятия. Тормозной путь это когда вы нажимаете уже на педаль тормоза, и соответственно идет торможение. А остановочный путь включает еще вашу реакцию. Проверку знаний проходили как опытные автолюбители со стажем более 20 лет, так и начинающие. Алексей вводит автомобиль всего год. За это время не получил ни одного штрафа, ПДД соблюдает исправно. Акция дала целый ряд полезных знаний. Полезным стало послушать про тормозной путь, то, как он определяется, и за сколько примерно нужно тормозить. Было довольно-таки полезно. Ну и что вы поняли, за сколько нужно тормозить? Ну, желательно, как видишь, пешеходов лучше сразу заранее притормозить, и перед пешеходным переходом около 20 метров остановиться окончательно. Елена за рулем около 20 лет. Задачу по скоростному режиму решила на отлично. Говорит, подтвердить свои знания никогда не бывает лишним. Рассказала, как усвоила пройденный материал. У нас есть время реакции водителя, ну и, соответственно, время тормозного пути автомобиля. Ну, не время, а сам тормозной путь. В любом случае нужно закладываться и на то, и на другое. Социальная кампания прошла также вблизи пешеходных переходов и детских садов. Всем участникам вручили памятные подарки. Влада Шишова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Влада Шишова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».